приветствую вас мои дорогие зрители на барахолке мы с вами сегодня в секонд-хенде меня просили снимать мебель но мебели немного в этом магазине вот я нашла мебель мебеля пытаюсь открыть за что-то уцепиться вот открыла шкафчик и тут он как давай заваливаться на меня я знаете так довольно таки испугалась сильно думаю сейчас он меня тут и накроет ничего все обошлось такая вот коробка для шитья грязная была очень так эти звуки в страшные скребущиеся это моя собака тут рядом со мной играет со своей игрушкой красивая очень чашечка немецкая гербом немецкого города так вот рассматриваю дум что за город что за фирма но никакой фирмы на этой кофейной паре не обнаружила вообще очень интересная коробка мне попалась и все рассматриваю симпатично тоже парочка шуман артсберг тоже кофейная пара где прям с большим удовольствием рассматривала все вещички и вот эту парочку я забрала положила сразу себе в корзинку я так знаете как орлица над гнездом над этой тарелкой чтобы никто не подошел тоже ко мне знаете так это делал такой вид чтобы никто потому что принято знаете раньше было такое принято что если ты в какой-то коробке что-то ищешь что к тебе уже человек не подходит а сейчас тебе может подойти человека прямо из под рук у тебя из этой же коробки в которой ты что-то ищешь выхватывать какие-то вещи то есть этот пони я не последних буквально на года-двух сейчас так делают люди но я так не делаю если честно эти подставки стеклянные довольно таки часто мне встречаются под бокалы и хорошенькие там фрукты такие объемные на этих тарелочках и вот и про эти свечки мне как-то говорила моя сестра что она хочет купить свечки на батарейках и я в этот раз вот прямо вот только мы с ней поговорили на эту тему найти насчет этих свечек и я их тут увидела в магазине прямо набор из трех свечей и я решила их взять себе будто я уже их испробовала но не на самом деле так горят интересно как настоящие свечи даже немножечко так мигают то есть полностью создается иллюзия настоящей свечи но нет тут этого запаха свечного и естественно они не опасные даже если ты вдруг задремлешь вечером то ничего не случится такая вот свинюшка такая хорошенькая но к сожалению не только одно ухо было вот это ее крышечка задние чтобы вынимать монетки такая расписная синяя деревянная такие вазочки не встречаются тоже довольно таки часто разного размера и совсем маленькие крошечки и побольше да это деревянная баночка тоже такая интересная была 70-е думаю может даже конец 60-х и вот это вот керамическая баночка имбирная банка называют такого типа баночки по-моему польская она керамическая ну или для чая их используют вообще такого типа банки называют имбирными банками и рюмочки разные там были много самых разных рюмочек всех размеров и фасонов это тоже такое ножка такая синяя и переход в прозрачное стекло и такая же была у зеленая тоже и вот такие мне тоже очень нравится всегда это как бы сувенирные сувенирные рюмки с какими-то гербами названиями городов всегда мое внимание не привлекают перекладывала как только возможно аккуратно стекло вот нашла такую штучку ну что такое потом до меня дошло конечно же что это рамка для фотографии но и и такая интересная обратная сторона черная бархатная и я подумала что на ней на этой рамке можно будет показывать какие-то украшения не знаю получится у меня это или нет но мне кажется и форма такая вот изогнутая мне кажется будет хорошо показывать какие-то брошки или серьги на этой рамке и вот этот наборчик мне прям очень понравился прям я в него влюбилась цветовая гамма и сама форма фарфора это сахарница и молочник просто милейший милейший набор жаль что еще такого подносика там не было но я думаю что можно или хрустальный подносик под этот набор подобрать или просто белый и пивная кружка показалось сначала что она такая довольно старая но потом я как-то сомневалась из кружки выпало выпало что-то я посмотрела это камешек наверно кто-то из отпуска привез камешек как мы все часто это делаем собираем камешки ракушки где-то на пляже привозим домой из отпуска когда только эти отпуски опять у нас начнутся как же хочется как никогда хочется в отпуск и вот это такая прям легкая легкая чашечка рисунок незамысловатый это уже одна такая чашечка там была интересная коробка и сейчас немножко на столе решила посмотреть такой был фонарь такой большой вот это вот те самые подставки под яйца которые я купила и сейчас тела заметила уже что да на самом деле есть скол на одной из подставок и которые я не заметила в тот момент когда покупала их вот такая вот какая-то интересная штучка просто декорации что это такое может быть вы знаете что это было только что у меня в руке и вот этот вот остатки вот этого сервиза johan heveland не дает мне покоя видите буква r как раз вот эта буква r она повторяется на подставках поэтому я поняла что подставки эти тоже фирмы heveland вот эти подставочки видите та же самая буква r которая повторяется в большом в большом клейме и как я говорила уже этот набор прям не дает мне покоя потеряла сон на нет шучу конечно не но мне понравился очень этот набор такого цвета топленого молока розочки гирлянды и вот это тоже наборчик мне нравится 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 своим цветом таким какие-то мятным тоже баночка думаю для чая фирмы лихты по моему вот остатки сервиза типа мадонна такой вот альбомы с отдельными страницами сказок видно надо самим составлять книжку что ли как то так из этих страничек какой-то набор сделай сам плетеный поднос тоже такой неплохой на дачу например куда-то до дачный какой-то домик и полотенчики хорошие вот эти гдеровские кухонные полотенца которые я очень люблю которых у меня уже много и здесь самые симпатичные были в пятнах эти пятна как я уже из своего опыта поняла очень плохо обстирается поэтому я уже редко покупаю такие полотенца только если они в очень хорошем состоянии и вот тоже интересные такие полотенца из прошлого смотрите 10 дочь марк полотенчики маленькие совсем такие их называют еще гостевыми полотенцами то есть такое полотенчика дают гостям индивидуального полотенчика маленькой и салатники все еще себе хороший салатник добротный но эти были хорошие но но все-таки я еще поищу может попадется то что мне будет полностью по душе опять эти полотенца попадаются иногда с интересными очень мотивами здесь что-то типа какая-то карета или это машина была иногда попадаются полотенца с рецептами даже ну вот я показываю здесь ведь это как-то буквы стертые плохо пропечатан рисунок и полотенца с рецептом сливового соуса сливового джема или чего-то такого из слив вот это постельное белье по моему еще что-то такое типа скатерти с цветами и вот она байковая одеяльца мягенькая старенькая потрепанная жизнью же может даже не один ребенок вырос вместе с этим одеяльцем вот она оказалась секонд-хенде и вот такое вот бумажное яйцо картонное это пасхальное яйцо которое наполняют конфетками на пасху какая-то коряга что ли тоже кто-то сам наверно сделал покрасил лаком коряга в виде какого-то животного и кошелечек что же в кошелечке то лежит у нас а в кошелечке набор швейный дорожный вот он кошелечек какой все это одеяло мне не дает покоя и вот такая огромная коробка с кобальтовым стеклом всех моделей размеров и конфигурации конечно же вот кто любит такое стекло можно было найти что-то интересное по душе я думаю если особенно найти например пустой ящик выложить все оттуда добраться до дна посмотреть что там там была какая-то еще ваза или кувшин красивая расписанная вручную но на все надо руки время и что немаловажно деньги меня многие спрашивают но не многие но несколько раз меня спрашивали это продается или бесплатно нет это не бесплатно это все продается и цены объявляют на кассе вот поэтому на кассе всегда сюрприз происходит нашла такую коробочку две лопатки для торта довольно таки старые особенно это первое с костяной ручкой но видите половины ручки не хватает половины ручки просто отломилась остался стерженек и еще одна тоже старая довольно таки латунная с деревянной ручкой уже выцветший но и думал что даже можно слагировать такую ручку еще в принципе по желанию я так думаю что кто-нибудь забрал эти вещи а мне понравились вот эти понравился набор из тикового дерева и стали сам для набор для салата такой прям стильный и увидела что фирма очень известная соленьги немецкая и решила что надо взять такой наборчик потом заметила еще одну коробочку там фирма martin опять же это фирма изготавливала сейчас изготавливают при приборы столовые тоже очень известная и довольно таки дорогая эта фирма вилкинс и сын или сыновья может быть вы слышали это тоже такой стильный набор для закусок для подачи закусок и еще там лежали и без коробочки набор лежал для салата опять интересная коробка с разным стеклом фарфора не очень много вот такая вот польская чашка по моему что-то или она одна и та же мне встречается постоянно или просто они часто встречаются не знаю такая вот крышка и графин но графин не хрустальный я думаю на думаю что это стекло прессованное стекло по ощущению хотя конечно может быть и хрусталь я не это самая по нему не стучала не проверяла этикетки на нем тоже не было чтобы проверить хрусталь это или стекло ну такой симпатичный вот такая вот формочка для запекания мне понравилось понравилось что на ней нанесен рисунок красиво внутри она была такая потемневшая и покрыта каркелюром вот я такие формочки люблю но не люблю когда там внутри каркелюр все-таки готовить в такой не очень приятно это вот была рамикен называют здесь их по моему так для суфле формочки огнеупорные фирмы велерой бог вот я одну положила в корзинку потом я нашла еще несколько так что хорошая такая находка и вот еще такая баночка керамическая такая же как так круглая форма тоже видите внутри я думаю что для горчицы для варенья что-то такое и кружки кружки рисунок очень симпатичный даже знаю что вам понравились они в одном из роликов я их уже показывала но они очень грубо сделаны даже не знаю как мне кажется это какая-то китайская подделка под англию потому что они просто реально весом как кирпичи и очень толстые думаю ты даже видно сейчас на видео что это толстые такие кружки вот такая грубоватая подделка под англию и вот это была гадыровская китайская кружка гадыровских времен имею ввиду вот такая с цветочками много всего маленькие вот эти для зубочисток лет сувенирные такие для шнапса кружечки но их используют в основном чтобы зубочистки поставить на стол и керамический стаканчик такая вот вазочка их называют вазами для гиацинтов вазочки такой формы на это керамическая и опять кашпо много белых кашпо такой вот обычная с волнами и были с разными рисунками с объемными кашпо такие вот с листочками маленькие большие и такие вот коричневые такая вот обливная глазурь не знаю что за фирма одно такое кашпо и там такая вот гитарная вазочка но у нее были мелкие 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 такие сколы по краю иначе бы я ее купила то что нам очень понравилось интернет цветом и вот еще одно такое же кашпо я нашла ваза прямо такая на ножке красивая но у нее был скол тоже много очков но иногда там досмотреть очки которые тоже лежат в коробках потому что у меня знакомая нашла один раз очки оправу от и в сен-лорен тоже в такой коробке такая коробочка с какими-то парнями наклейки думаю о что это такое но внутри ничего не было наверное там какие-то карточки хранили или что где-то наверное из 80-х годов что-то такое вот еще раз смотрю это оправа что за оправа если вам понравилось мое видео буду рада вашему лайку огромное спасибо за ваши комментарии за ваши пожелания мне которые вы мне пишете под моими роликами всем вам здоровья и до новых встреч пока пока